Всем привет! Сегодня рассмотрим рабочие столы Linux MX 18.1 Их много Я все это дело подготовил И этот файлик можете скачать Со всеми семью рабочими столами Он находится здесь Если под любым моим видеороликом Кликнуть Под любым моим видеороликом Всегда есть ссылка на мой сайт Идете на мой сайт На сайте имеется кладовочка на кроке На этой кладовочке Linux для сборки Алексея MX Вот 18.1 Семь рабочих столов Вот файлик Ну 2400 получается То есть Очень таких компактных размеров Несмотря на все на то Значит В этом файлике Семь рабочих столов МПХ Итак Как же все это дело делается Вы скачали файлик Проверили его На виртуальной коробочке Значит Запустили ее Вот перед вами такая картиночка Вот здесь нажимаете Вот считаете Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Даже восемь рабочих столов Как их проверять? Вот допустим Если на ценамон Пойти То здесь он будет Угарочек Мельчий Ну мы пойдем Сверху вниз Вот первое слово Рабочий стол Баджи Значит Здесь Имя пользователя Демо И пароль Тоже будет Демо И попадаете На рабочий стол Баджи Я не буду здесь Много рассказывать О каждом рабочем столе Потому что Вы это сами все проверите Подберите тот рабочий стол Который вам нравится Затем Просто уже Или можете пользоваться Этой сборочкой Или поставить Только один рабочий Скачать С официального Репозитория Тот рабочий стол Которому вам нравится И пользоваться Уже только им Вот практически И все Значит Единственное Что по умолчанию Будет ставиться Всегда Рабочий стол X-Face Вторым рабочим столом Будет ставиться Тот рабочий стол Который вам больше Понравился Вот у Баджи Вот такая вот Есть менюшка Ну что Нормальная менюшка Тут Принадлежности Значит Тут даже игры есть Здесь значит Пожалуйста Графика Тоже хорошо Представленная И Blender есть И Master PDF Эдитер есть То есть Можно редактировать Файлы в формате PDF Интернет Хорошо представлен Для кладовочки Megasync И Dropbox Два браузера Firefox И Google Chrome Skype Почтовик И качалка Для Туринг файлов Если нужна будет Качалка для Больших файлов Ну установите ее Через анаптик Называется Качалка для Больших файлов У Get Здесь собственно Говоря Инструменты Именно Касающиеся MX У MX Очень хороший Набор инструментов Очень и очень Даже приличный Поэтому Постепенно С ними познакомитесь Ничего тут Сложного Я не вижу Есть офис Тоже Вполне Приличный Офис Я это все Показан виртуально Поэтому Так Быстро Не будет шевелиться Ну вот Посмотрим 6.0.11 Ну Вполне Нормальная версия Не самая Скажем Супер Там новая Ну Тем не менее Скажем Нормальная версия Ну Для программирования Значит Вот Текстовый редактор Гений Можно Можно использовать Можно На панельку Установить Здесь Значит Для Науки Там Математика Значит Программы Для записи Видео И звука Значит Две программы Для записи Видео С экрана ОБС И Симпл Скрин Рекодер Две программы Для редактирования Видеофайликов Шот Кат И Опеншот Видеоредактор Редактор Звуковых файлов Авгасити Проигрыватель Музыкальных файлов Ну В общем Нормальный набор И два Видеоплеера SM Player И VLC Media Player Значит Ну Здесь Установка Принтеров Системные Настройки Тоже Очень Много Тут Чего Скажем Интересного Есть Он даже Не минает Командор Сюда В открытой Хорошие Настройщики Тут всякие Есть Вполне И очень Даже Приличные Вот Они Все Значит Управление А тут И Настройщик Значит Загрузки Есть И Менеджер Диска На диске Менеджер Это Синаптик На менеджер Пакетов Основной Значит Инструмент Через который Ставится Все Программы На Данную Операционную Систему Я Рекомендую Покопайтесь Посмотрите Вот Это Первый Рабочий Стол Называется Он Баджи Перейдем Ко второму Рабочему Столу Нажимаем На Логаут Это Второй Рабочий Стол Я Делаю Покрупнее Опять Таки Напишу Здесь Демо И Выберем Рабочий Стол Синамон Это Мой Скажем так Любимый Рабочий Стол Я Его Очень Люблю Потому Что Он Очень Удобен В Настройках Здесь Вам Придется Несколько Поднастроить Под себя Я Показываю Как я Под себя Поднастраиваю Правая Кнопка Мышки По нижней Панельке Modify Panel Модифицировать Move Передвинуть Левой Кнопкой Мышки По верхней Панельке Все Панельку Переместили Наверх Panel Settings Настройки Панели Делаем Вот так И я Под свои Глаза Делаю Значки Скажем так Покрупнее Может даже И так Закрываю Обычно Я всегда Ставлю В AutoStart Две Программы Значит Вот Значит Имеется Startup Applications Программы Которые Запускаются При Старте Копьютера Добавить Добавить Программы Первая Программа Будет Onboard Вот она И Вторая Программа Будет Plank Нижняя Панелька Вот эти Две Программы Будут Запускаться При Старте Ну и Еще Одну Настройку Я делаю Вот такую Я ставлю Свои Иконочки Значит Найдем Комки Менеджер Вот она Ну тут Любую Как говорится Запустим Для начала Объясню Почему Пусть будет Таким Образом Значит Что я Собираюсь Сделать Я Собираюсь Скачать Файлик С Моего Сайта Коночки И Вот Чтобы Здесь Была Ясна Ясно Видна Системная Информация Значит Ну что Я Сделаю Ну Мой Любимый Браузер Зайдем Интернет Google Chrome Linux Чёрточка Романов Точка Инфо И Вот Уже Отсюда Мы Эти Файлики Скачаем Первый Значит Скачаю Я Файлик Коночки Ну Ну Вот Это Скачаю Короткие Иконочки Отсюда Отсюда Я Скачаю Файлик Команды Видео Для Программы Cherry 3 Вот Скачаете Без Волнистых Линей Только Вот этот Файлик Правой Кнопкой Обычное Скачивание Файлик Крошечный Там 16 Мегабайт Занимает Вот Практически Все необходимое Мы здесь Сделали Переходим Файловый Менеджер И Здесь Я Отмечаю Посмотр И Показывать Скрытые Файлы И Папки Ну Здесь Я Делаю Папочку Для Себя Назову Я Ее Cherry Cherry 3 Это Для Вишенки Вот Эта Папочка А теперь Начнем Заниматься Переносом Файлов В раздел Загрузки Берем Файлик Команды И Видео Просто Набрасно Вырезаем И Вставляем Его Вот Сюда Тапочку Cherry 3 Идем Обратно И Загрузок Вырезаем Файлик Короткие Короткие И И Здесь В отличие Молод Хвалки Вот Сюда И Вставляем Все Значит Все Подготовлено Теперь Значит Я запущу Планк Здесь Менеджер Менеджер Я пока Его Закреплю Снимаю Вот Эту Галочку Бегу В самый Низ И Запускаю Свои Иконочки Вот Практически И Все А дальше Значит Там Уже Настраивайте Его Вот Можно Сделать Его Повыше А Вы Пониже Прозрачность Можете Менять Если У вас Будет Подолк Которого Небось Значит Здесь Выставляется Сеть Ну Практически Все Это У меня Как Говорится Есть Как Настраивать На Сайте На Главном Ролике Значит Вот Здесь Вот Делаем Сеттинг Вот Чтобы Всегда Стояло Он Чтобы При Загрузке Компьютера Всегда Значит Аконочки Запускались Автоматически Вот Как Силит Именно То Разом Выглядит Настроенный Линукс MX 18.1 Ценамон Вот Можете Посмотреть Какие У него Данные Вот Пожалуйста Версия 8.6.64 Ядро 19 Одно Из самых Последних Компьютер Называется Температура Процессора 42 На Линукс Минс Ценамон У меня Температура Обычно 20 Градусов Это Потребление Центрального Процессора Оперативки Ну Практически Я просто Сделал Снимочек С экрана Чтобы вам Было Легче Все это Дело Видно Вот Таким Вот Образом Это Значит Вот Относительно Рабочего Стола Линукс Минс Ценамон Вот Он Выглядит Вот Так У меня Уже Настроенный Видите Какая Красотень Все Что Нужно Все Под рукой Очень Удобно Ну Нравится Мне Эта Штука Я Перепробовал Много Рабочих Столов Лично Для Меня Оказался Наиболее Проходящим Именно Линукс Минс Идем Дальше Смотрим Делаем Логаут Выход Следующий Рабочий Стол У нас По порядку Будет Рабочий Стол По умолчанию То есть Рабочий Стол X-Face Он Указыван И здесь И вот здесь Ну Все равно Здесь Опять-таки Я Напечатаю И зайдем Стандартный Рабочий Стол Где мы Значит Практически Куда Должны Скажем Так Практически Попадать Опять-таки Имеется Значок Установщика Вот Видите Здесь Значок Мы Одни Коночки Поставили Да Ради Волна Снимаем Эту Налочку Ставим Вот Эту И вот Теперь Смотрите Видите Получается Как бы Темно Пошли Настройки Ну Что Давайте Прозрачность Посмотрим Тут Стоит Транспарент Давайте Поставим Севдо Транспарент Вот Так Уже Скажем Будет Получше Это Значит Сменение Вложения Относительно Экрана Посмотрите Посмотрите Там Покопаетесь Ничего Сложного Небо Это Стандартный Рабочий По умолчанию Рабочий Стол MX18.1 Естественно Значит Я Немножечко Там Поднастроил Но Тем не менее Вот Выглядит Вот он Так Я Поменял Положение Панели Обычно Я всегда Тело Делаю Переместил Горизонтально Наверх Панка У меня Внизу Оконочки Здесь Ну Это Уже Скажем Так Мои Предпочтения Вот Пойдем Дальше Идем Вот Сюда Вот Log Аут Выход Третий Значит Рабочий Стол У нас Будет Мы Посмотрели Баги Но Эти Четвертый Будет Гном Вот Ну что Напечатаем Здесь Демо И Даем Вот Так Выглядит Рабочий Стол Гном Если Вы Нажмете Вот Сюда И Здесь То Получите На экране Яркие Красочные И Больших Размеров Значки Программ Вот Можно По ним Будет По всем Пробежаться Вот так Все Видите Все Вот Они Все Здесь Вы Такую Программу Нажали Та Программа У вас Додавится И Будет Вот Можем Допустим Нажать На Стейсер Посмотреть Вот Она Выглядит Так Как Цепло Занят Как Мэмори Память И Дисковое Пространство Ну Это Видите Я вам Показываю На Вакуальной Коробочке Хороший Удобный Рабочий Стол Поэтому Также Могу Рекомендовать Вот Допустим Опять Таки Смотрим Коночки Да Вот Не Хотят Они Сливаться С Экраном А Пошли Сюда Прозрачность Ну Давайте Прозрачный Вот Так Сделаем Вот Пожалуйста На Надо Вот Так Было Рассветрило Нажать То есть Вполне Приятный Рабочий Стол Вот Тут Можно Поменять Его Заставку Тут Она Пока Только Одна Нет Вот Такая Еще Есть И Такая Есть Так Ну Давайте Ну Давайте Вот Эту Выберем Ну Вот Пусть Выглядит Допустим Вот Таким Работайте С этим Рабочим Столом Посмотрите Понравится Ли Вам Опять Таким Все Зависит От Вас От Ваших Вкусов И Привычек Наиграетесь Пойдете Дальше Демо Логаут Логаут Выход Это Рабочий Стол Ну Ну Что Мы Дальше Логаут Де Очень Такой Экономичный Рабочий Стол Для Стареньких И Слабеньких Компьютеров Хорош Потому Что Он Продявляет Наименьшее Требование К Ресурсам Компьютера Вот У него Нижняя Панелька Значит Установки Панели Я могу Сделать Наверху Опять Таки Мои Предпочтения Могу Значит Опять Таки Размеры Значков Сделать Побольше Я уже Знаю Свои Размеры Это 46 И Значки Тоже 46 Я обычно Сделаю Это Вот Для Моих Глаз А вы Делайте Под себя Под свои Глаза Очень Легкий Рабочий Стол Очень Такой Скажем Приличный Значит И Предлагает Тем не менее Массу Программ Ну Все Программы Которые Я ставил Они На всех Рабочих Столах Имеются Вот Посмотрите Покопайтесь Найдете То Что Вам Нужно Ничего Тут Такого Я Не Вижу Очень Приличный Рабочий Стол И Особенно Еще раз Повторюсь Для Легковесных Компьютеров Вот Имеется Логаут Делаем Логаут И Значит Рабочий Стол Мэйд Ну Очень Многие Люда Кстати Мэйд Значит Печатаем Здесь Демо Зайдем Вот Так Вот Выглядит Рабочий Стол Мэйд Тоже Очень Скажем Достойная Штука Панели Легко Управляется Вот Можно Допустим Посмотреть Ну Допустим Сделаю Я ее Слева Вот Она У меня Слева Ради Бога Коночки Поднастроить Да Ради Бога Побежали Вниз Выделили Редактировать И Не на Два Нажали Вот Ну Что Горячая Прозрачность Ради Бога Мы Сделаем Слева Дан Слева Слева С Рабочим Столом Поднастроили Допустим Вам Эта Панель Не нужна Вот Взяли Ее Удалили То есть У Мэйта Очень Скажем Такая Мощная Система Создания Панелей И они Прячутся Можно сделать Там опять 220 Панелей На них Навтыкать То что Вам угодно Один Клик Панель Перед Вами Разворачивается И Как говорится С нее Грузите Все То Что Вам Необходимо Хорошая Штука И плюс У Мэйта Имеется Возможность Прекратить Компис А там Идут Всякие Эффекты Рабочего Стола Куб Там Пламя Там Вода Там Дождь На что Угодно Кто Любит Такие Игрушки Рекомендую Ставить Мэйт Я В свое Время Награлся Поэтому Я К этим Вещам Спокойно Отношусь Дальше Выходим Сессии Что У нас Тут Осталось Остался Open Box Очень Наконичная Операционная Система Я бы Сказал Так Для Аскетов Ну Которая Ну Минимальные Требования Продъявляет Компьютеру То есть Это Вообще Для Древних Компьютеров Древних Компьютеров Будут На ней Работать Ну И Ну На Новых Раващей Летать Были Вот Практически Пустой Экран Взяли Посмотрели На Обочие Столы Вот Игры Вот Приложения Вот И Видео Есть И Графика И Все 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 Но Это Я Опять Повторяю Для Людей Которые Любят Вообще Голубые Рабочие Столы Для Аскетов Выходим И Последний Рабочий Стол У нас Остался Это Кеды Плазма Linux Min Sonomon Linux Min Перестал Поддерживать Кеды А здесь Вот Видите Имеются Кеды И Очень Даже Прилично Скажем Имеются Так что Для Любителей Кедов Здесь Есть Полная Возможность Работать С Своим Любимым Рабочим Столом Кеды Обычно Говорят K-D И Cool The Stop Environment Крутой Рабочий Стол Вот Здесь Кликаете Кнопочкой Screen Edge Край Экрана Нажимаете Левую Кнопку И Потянули Его Наверх Закрыли Все Панель У вас Наверх Меню Тут Некоторое Время Нужно Подождать Пока Там Все Трясется Пока Глубенькая Полосочка На дне Не появится Вот А так Все Это Меню Все Работает Нормально Вот И Те Кто Любит Кеды Могут Наслаждаться Этим Рабочим Столом Потому Что Ну Многие Кстати Любят Кеды У меня Кеды Стояли Года Три Или Четыре Рядом С Семеркой Семерка Тысяча Раз У меня Вылетала Реагировать Вот этот Значок Здесь Значит Вот Конфигурация Рабочего стола Здесь Можно Добавить Обоинку Ну Практически Вот Get New Voltape Получить Новые Обои Нажимаете Здесь Download Там пишет Взяли Любую Ну Допустим Вот эту Вот Установить Закрываем Смотрим Еще раз Вот Вот Эта Обоинка Применить Получаем Вот Такой Вот Симпатичный Симпатичный Обоинку На рабочий Стол Выглядит Менюшка Вот Таким Вот Образом Капочки Компьютера История И выход Ну Нажимаем На Logout И Выходим То есть Как видите Я Насчитал Тут Даже Не 7 А Даже 8 Рабочих Стол Давайте Еще Раз Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Да Я Гном Традиционный Даже Заслон И считаю Просто Все в один Вот Классический Гном Он Выглядит Насколько По другому Так Вообще Будет Получаться 9 Рабочих Столов Ну Короче Возможностью Разгуляться У вас Здесь Масса Это специально Сделано Для того Чтобы Вы Голову Не ломали А Скачали Вот этот Образ Проверили На Виртуальной Коробочке Если Все нормально Работает Записали На флешку В флешке Взяли И поставили Его На раздел Жесткого Диска Там Опять таки Потренировались Посмотрели Что Вам Больше Всего Нравится И уже Этот Рабочий Стол Можете Ставить Один Если Это X-Face Так Он У вас Один И Останется А Если Вам Нравится Linux MX 18 1 Ну Допустим Нравится Рабочий Стол Цинамон Значит Поставите Там Цинамон Или Баджи Или Мэй Что Вам Нравится Единственное Цинамон Я Ставил Через Синаптик Потому Что Вот В этой Программе У них В окружении Рабочего Стола К сожалению Значит Рабочий Стол Цинамон Не Был Указан У У меня Вот здесь Вот Находится Вот Графические Рабочее Окружение LXD Ее Ставил ЛXD Не Работает Базовое Ставит Ну Короче Цинамона Здесь У меня Не Было Так Вот Цинамон Значит Ставится Просто Через Синаптик Там Набирается Цинамон Словечко И там Выделяете Основное Рабочее Как говорится Вам Эти файлы И Ставите Все У вас Будет Работать Это Основные Скажем Так Скажем Мои Замечания По Поводу Установки И Настройки NX18.1 Сделано Это Специально Для Пользователей Которые Еще Не Знают Какой Им Больше Понравится Рабочий Стол А Так Вот Вам Все Как Говорится В Одном Флаконе Выбирайте Тестируйте Смотрите Поднастраивайте Что Вам Больше Понравится То И Оставляйте По Крайней Мере Для Себя Вы Определитесь Что Вам Больше Нравится Ну На этом Я С Вами Прощаюсь Желаю Вам Всего Самого Доброго И До Новых Встреч